Танкисты, всем привет, всем хорошего настроения, приятного просмотра, как вы поняли уже из названия видео, сегодня я хочу поговорить про итальянскую ПТшку 8 уровня и ее, я считаю, реально, наверное, самая удачная среди вообще всей ветки. Я объясню почему, пацаны, потому что здесь вас никто не принуждает катать на барабане с дозарядкой, которая, ну, совершенно иногда сложная реализовать, которая считается достаточно нудным. Если мы с вами будем говорить про 9 и 10 уровень этой самой ветки, то там ты даже на точку иногда не успеваешь приезжать, у тебя еще катажится первый снаряд, пацаны. Здесь хочешь на обычном орудии катай, хочешь катай на орудие с дозарядкой, здесь тебя никто не заставляет катать на каком-то одном. Да, вы скажете, что на 7 уровне то же самое, но там нет прикола вот в этом обычном цикличном орудии, потому что оно там, ну, нет никакой фишки, хотя, пацаны, ДПМ, естественно, лучше. Здесь же, пацаны, прикол этого орудия в его крутейшем ДПМе. И у ПТ с броней, на секундочку, есть еще и ДПМ, 2 922, пацаны. Некоторые танки 10 уровня могут позавидовать такому ДПМу, а здесь на 8 уровне. Да и, кстати говоря, пробитие неплохое. Да, ББшками 236 миллиметров, возможно, и маловато, но, повторюсь, кумысы делают свое дело, ведь тут они пробивают 309 миллиметров. И, кстати говоря, с девятками этого вполне будет хватать. Но вот с чем я очень жестко не согласен, так это то, что вот у меня вроде как цикличное орудие, но с какого хрена в оборудовании я не могу поставить не улучшенную вентиляцию, а досылатель? Ну, хотя логика эта абсолютно никаким образом не мешает сделать на орудие, которое не стреляет с помощью механизма дозарядки, сделать досылатель, а улучшенную вентиляцию оставить на барабане. В чем прикол? Ну, возможно, они опасаются, что будет, ну, вообще бешеным каким-то ДПМ, возможно, я как бы не отрицаю. Так, ну, собственно говоря, здесь вы все видите, сведения, ну, здесь вот можно, повторяюсь, играться, можно сбалансированное ставить, можно ставить стабилизатор вертикальной наводки. Ну, просто так-то у вас будет 4,5 секунд сведения, но зато 0,310 это крутая финальная точность. Ну, и, собственно говоря, поскольку эта штука с броней, ну, я хочу поставить, ну, вроде как еще плюс 4% к той самой броне. Ну, что, пацаны, посмотрим, что эта штука может. Вот такой вот веселенький камуфляж, между прочим, он еще и каким-то образом переливается. Посмотрим, что она может в рандоме. Ну, что, народ, посмотрим, как играется итальянская восьмерка. На самом деле, я не знаю, почему все так хаят, можно сказать, Минотавра. Мне он достаточно неплохо зашел. Он нудноватый в плане, конечно, игры. Ты едешь на позицию, на свою, да, будь то там кустовая, неважно, либо же на позицию тяжелых танков, и ты еще, ну, в большинстве случаев не откатываешься, даже первый снаряд. Но все равно, неужели вы не хотите попробовать, что это вообще за ветка? Вот, как мне кажется, все-таки, ну, итальянские ПТ, столько о них всего говорили. Ну, я думаю, что попробовать выкачать все-таки стоит. Да, безусловно, самое удачное, это, безусловно, восьмерка, там, седьмой, девятый уровень, где-то уровень, я вообще не понял. Ну, а десятка, народ, это венец, творение, можно сказать. На самом деле, этот танк, да и, наверное, большинство, если не все ветки, не все танки, это ветки, будут играться как тяжелые танки, потому что, ну, у них есть вроде их броня, да, и на них, когда не хочешь стоять в кустах, у них есть башня. Но башня не в привычном ее смысле, она не поворачивается на все 360 градусов, и от этого, блин, куча проблем возникает. От этого ты можешь получать ненужного урона. То есть, по сути, наличие башни не обеспечивает тебе в большинстве своем комфортного настрела, потому что все равно все СТ, чуть ли не тяжелый танк, тебя, блин, могут закрутить. Ну, здесь не очень удобно, наверное, надо на вот этого чувака ехать, я так думаю. Хорошо, тем более того забрали. Давай посмотрим. Ну, то ли я косой, то ли танк, я не знаю, одно из двух. И бортики у нее не самые сильные, смотри. У меня мистер КВ-5 пробивает, вообще особо, особо не выцеливая. Ну, прикольно, да, мне тоже иногда нравится. Все равно нижний броня здесь, пацаны, он на той и нижний броня здесь, чтобы пробиваться, я так думаю. Так, куда он меня пробил в тот раз, хрен его знает, ребят. Не знаю, как к вам, но мне всегда было комфортно на этой штуке стрелять, как только первый раз я на него выехал в рандом. Я понял сразу, пацаны, это моя ПТ. Она играется во многом даже, наверное, агрессивнее, чем десятка, потому что, повторюсь, 2900 ДПМ. Это нихрена себе. Ну, вот скорость подводит, конечно, и башня. Так, ну и дайте мне, пожалуйста, трешечку сделать. Нет, не дадут мне, пацаны, сделать трех. Ну, 2500 урона на этом танке можно делать спокойно. Вот, но все-таки я рекомендую вам, если вы новичок, оставьте все вот эти вот механизмы до зарядки. Плюс, если вы еще и новый игрок, то, возможно, вы не разберетесь, на каком орудии играются эти танки. Я вам говорю, что седьмой уровень и восьмой уровень играются на обычном цикличном орудии. Ну, девятый и десятый здесь уж... Ну, десятый так вообще, на самом деле, тут нечего выбирать. Вы все прекрасно это понимаете. Вот, ну, уровень номер девять, я не могу сказать, что я его до конца-то понял. Вот, а здесь особо-то выбора у тебя нету. У тебя все равно механизм до зарядки. Блин, с уроном, ну, по крайней мере, с тем, что нам дают полторы тысячи. Полторы тысячи, да? Но это если ты будешь отстреливать, я так полагаю, что всеми тремя снарядами там, или сколько у него. Вот, поэтому, пацаны, я рекомендую особое внимание остановить вот на вот этом аппарате, агрегате. Самый удачный из всей ветки. И самое главное, самый легкий в том, чтобы его понять. Все, Норд, всем огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Поставь лайк, ну, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok